Всем привет! Меня зовут Вероника, мне 30 лет. Это моя дочка Ролина, нам полгодика. И у нас врожденная патология спина бифида. Спина бифида – это тяжелый порог врожденный у деток. Он встречается редко у нас, по-моему, там на 10 тысяч новорожденных. Вот расщепление позвоночника, то есть когда позвоночник не сросся. Пояснично-крестцовый отдел, там 6 позвонков у нас было задето. Сказали, что это ножки, ножки будут не как у всех. Сам диагноз основного спина бифида, он дает свои последствия. То есть в основном там на 90% и выше идет гидроцефалия. Синдром Арнольда Киарри это и подразумевает это же. Получается, мозжечки опущены, миндалины эти вниз, они защемляют. Вот получается, тот поток ликвара не может проходить, как у обычного человека. То есть там у нас, конечно же, он имеется в голове, но определенное количество в плане нормы. А у нее получается из-за этого защемления идет все в голову. Ну вот нам полгода, мы ничего не умеем. Головку пытаемся держать, делаем эти гимнастики, как все, но не умеем пока ничего. Какие-то факторы. Вот какая-то банальщина. Дефицит фолиевой кислоты, экология, стрессы. Нет, она была не запланированная. Как банально это задержка. Потом две полоски и все. И сидишь и думаешь, ну все. Какая у вас первая реакция была? Вы обрадовались или насторожились? Не обрадовалась. Нет. Как-то, понимаете, когда у тебя уже дети выросли, уже такие большие, самостоятельные, вот как вот только вот начал дышать, все уже как-то вот все просто. Ты можешь в магазин сходить, куда-то даже там, я не знаю, отъехать, но некоторое время по делам, в тот же банк. Вот. И ты понимаешь, что это вот опять. Неделю такие раздумья, ну немножко слез, неожиданность это все. Нет, я приняла все. Я потом очень хотела, ждала. Вообще я сказала, что нет, ни за что в жизни не забывала. А муж, как муж, никак не отъехал. Не хотел. Первое УЗИ, второе, все прекрасно. А третье, врач-УЗИст, начала смотреть, пошла вверх по животику проглаживать и смотришь, что расщеплен позвоночник, видно уже этот мешочек начал вот ликворот от вытекать, спинномозговая жидкость. Было очень видно. И я видела. Я видела и ее личико красивое. Мне сказали сразу, что это девочка. Вот я с дочкой ездила. Мама, почему ты плачешь? А, я же не могу вообще сказать, почему я плачу. Она, ну, во-первых, не поймет этого. Я потом уже пришла, начала читать. Знаешь, такие дети рождаются либо мертвые, либо умирают там в течение трое суток. Глубокие инвалиды. Я думала, что нас сразу на сохранение в Минск повезут. Сразу же, с такой патологией. Нет, мы сидели дома. Мы просто сидели дома. И вот как обычная беременность проходила. Врачи, на самом деле, не говорили ничего. Сказали, если начнутся роды, вас повезут срочно в Гомель. Начались срочные роды. Мы поехали, не доехали до Гомеля. Приехали в Жлобин. Нас принимать не хотели. Они боялись, не понимали, что это вообще с ребенком. Я знала, что со спиной бифида обязательно делают кесарево сечение. Нам этого не делали. Я родила ее сама. Спина бифида, вот это вот расщепленный позвоночник. Там получаются эти вот нервные... Это тут ликвы, спина мозговая, это жидкость. Она выходит наружу в форме мешочка. То есть его повредить очень-очень легко. Вот при естественных родах. Суть понятна. То есть, когда ребенок выходит планово путем кесарево сечения, конечно, минимальные повреждения для ребенка. Но у нас так получилось, что все хорошо. Но она родилась красивая, обычная девочка маленькая. Сразу заплакала. Сразу мне ее показали и быстренько в реанимацию. Ей вот убрали этот мешочек. Обнаружили вот этот вот НЭК. Некротический этот энтероколит. Ребенок все не усваивает пищу. У нее некроз толстого кишечника. Вот сделали срочную операцию. Вывели эту илиостому с калоприемником. То есть она сама, ну, какать, естественно, ну, опражнять кишечник не могла. Когда я ее увидела, я испугалась. Я испугалась того, что вот этот вот ее мешочек на голове, субгалиальный карман, дренаж, там по-разному называют, он был очень сильно надут, напряжен, в нетипичной форме, то есть голова. Боялась ее взять, одеть вообще, трогать ее, боялась, она маленькая, лежит никакая. С этим мешочком, где истекает все это вот опорожнение. Приходил врач даже, который нас оперировал при рождении, вот ради интереса, посмотрел ножки, ну, вялые, все, и ушел. Никто ничего не говорил, какие у нас шансы, что мы сможем. Только я одна вот со своими родными верю, что можно что-то сделать. Но я даже, когда была беременна, и когда она родилась, в коляске так, в коляске, ничего. Господи, а я этого не буду там как-то не любить. Она шунтозависимая на всю жизнь из-за аномалии вот этого вот Арнольда Киарри, когда эти вот опущенные миндалины, мозжечка, то есть когда вот нету места, куда проходить этого ликвара. Ну, я думала, что может и временно, нет. Каждых вот на следующую консультацию нам ехать через 2-3 года. Ну, ищем вот эти всякие точечки, все вот это, чтобы мышцы, чтобы какая-то реакция у нас шла. Она потихоньку вот уже тянет, помогаешь, да? Вот и поехали вот эти вот круговые, чтобы мышцы работали тоже не только, а чтобы один жирок накапливался. Правильно, королюш? Ну, сопротивляется ножка, сопротивляет. Обычно вот, насколько я читала, и у нас такая вот ситуация, что левая ножка у нас такая более сильная, то есть уже идет и напряжение мышц, то есть, ну, до самых кончиков. А правая вот, нет, правая у нас слабенькая. Она, мы родились, она была меньше размером. Вот сейчас вот немножко откормились, вот вроде как одинаковые. Ну, вот она вот как-то не дает такой напряжения. Вот мы лежали в нейрохирургии, была девочка со спиной бифида, но она ходила, но у нее спина была в форме вопросительного знака, то есть, ну, вот, горбатая, как маленькая старушка. В какой момент ваш муж понял, что он не готов помогать с вашим ребенком? Не в ребенке дело. Это уже дело нас двоих с ним, но ни в коем случае не в детях дело. Вот, просто так сложилось все. Папа будет помогать Каролине? Где вы? Я думаю, нет. Ну, я планирую работать в силу возможностей, если мне Каролина позволит это. Я не хочу сидеть вот так вот всю жизнь на пенсии там в 300 рублей. Никто не хочет этого. Ее буду с собой брать, она будет со мной, всегда со мной. У нас группа инвалидности четвертая. Нам выплачивают 300 рублей, если не ошибаюсь, до трех лет инвалид. И с трех до 18, там, 200 с чем-то еще нам выплачивают. Классно быть мамой, не знаю, себя посвящаешь в это материнство. Не то чтобы эти там бессонные ночи, страшно, подгузники. Нет, это вообще не страшно. Наверное, самое главное в материнстве, это ты никогда не будешь одинокой. То есть вот у тебя всегда будут любящие детки, которые тебе придут, поцелуют, скажут, мама, я тебя люблю, мама, я хочу кушать. Вот я плохо себя чувствую, из-за того, что вот считаю себя виноватой, что вот ребенок такой. Я не знаю. Я вижу самое светлое будущее ее, потому что вот эта вот вера все-таки дает. Мне кажется, у нас немаленькие шансы на выздоровление. В любом случае, мы ее будем любить, оберегать. Просто чтобы она была счастливая девочка. Я хотела бы найти вот таких людей с похожей ситуацией, как у меня. То есть, может, кто-то знает, как справлялись с этим диагнозом. Если кто-то, знающий, у кого такая вот проблема, как у меня, вот насчет ортопедии, в первую очередь, вот, ну, с урологией мы справились. Вот мы хотим вот что-то вот с ножками делать. Быть мамой ребенка с диагнозом спинобифида, это быть мамой, да, с любым другим ребенком. Мне так же комфортно и приятно воспитывать этого ребенка, как и всех своих.